рассчитываем ширину ростка или ширину горловины спинки по шина 3 плюс 1 и плюс 1 так у нас есть этот расчет посмотрите вот мы его рассчитывали получили 8 откладываем 8 сантиметров ширина горловины вверх высота ростка называется или баланс спинки откуда он рассчитывается берется ширина ширина горловины спинки или ширина ростка ширина ростка и просто делится на 3 вот у меня 8 деленное на 3 получаем и не только на 3 еще сюда плюс 1 сейчас я скажу так 8 деленное на 3 получаем 2,6 и плюс 0,2 это идет конструктивная прибавка и того даже она бывает до 0 4 0 2 0 4 0 2 0 4 бывает и в данном случае можно взять значит хоть 02 хоть 04 давайте возьмем так как масштаб маленький возьму 04 3 сантиметра да и вообще когда на полную фигуру лучше конечно тут понятно 02 на маленькие размеры а 04 на более крупные размеры берется так откладываем вверх 3 сантиметра соединяем плавные линии получаем длину росток горловину получаем это называется или ростка вот в моих лекциях вот то что я буду про воротники говорить вот это l ростка вот эта ширина ростка это высота а вот это длина ростка для воротников так что еще мы сделаем на спинке мы сделаем отвод средней линии вот таким образом первое по линии талии отступим на два сантиметра на выкройку да и по линии бедер и по линии низа и по линии низа вот так соединим талию с низом получается на 12 сантиметра можно я вот беру два сантиметра теперь куда эту линию от линии талии соединить смотрите берется глубина проймы причем не углубленная вот первоначально делится на пополам вот он крестик и вниз два сантиметра и вниз от одного до двух но я возьму 22 сантиметра вот от этой точки мы проведем линию к талии вот так получили вот такую линию вот такая она идет можно ее плавно и определить но отметить вернее вот она нормальная такая линия идет теперь дальше нужно определить наклон плеча вот здесь получается у нас три положения плеча один сантиметр это высокие плечи два сантиметра это нормальный три сантиметра это пока ты есть конечно и промежуточное значение между ними но так как мы к дтс и к дтп прибавляли сантиметр вот здесь мы тоже должны сделать выше на сантиметр мы исходим из нормального наклона плеча это два сантиметра . 2 напишут и мы на сантиметр вверх обязательно должны подняться на сантиметр вот через эту точку проведем линию значит длины плеча плюс смотрите вот теперь мы длину плеча проводим дпл дпл плюс вы . 2 например да и плюс еще 05 и плюс 05 сейчас я крупно напишу сюда значит как плечо рассчитывается смотрите длина плеча рассчитывается дпл длина плеча плюс вы . вы . бывает от полутора и до трех сантиметров раствор вы . и плюс удлинение для пальто от 0 5 до 1 вот она вот он расчет для длины плеча я возьму так 13 плюс 2 как для нормальной фигуры нормального со телосложения и плюс 0 5 и получу 15 половиной сантиметров так откладываем 15 половину как раз так 15 вот она длина плеча и строим вытачку дпл делим на три это четыре с половиной вот так меточка четыре с половиной потом плюс 2 это будет шесть с половиной сразу метки сейчас я еще пониже камеру сделаю чтобы более крупно видно было вот так смотрите и так значит вот это расстояние от высшей точки горловины спинки вот это расстояние берется из расчета дпл плюс вы . и плюс вот это удлинение 05 ой вернее это все плечо это все плечо идет а вот это берется мерка дпл вот именно вот этот участок до вытачки это просто дпл и делится на 3 получили 42 сантиметра это вы . теперь одна сторона вытачки левая часть она идет параллельно середине или может быть с небольшим наклоном но с небольшим там не надо сильно большого наклона не надо делать я сделаю параллельно длина вытачки 7 сантиметров 7 сантиметров когда 2 сантиметра берется берется 7 сантиметров а вверх обязательно вот так вверх 0 5 добавляется это для того чтобы когда соединяли вытачку сшивали ее линия плеча оставалось ровной так и получилось и того здесь 7 и здесь 0 5 7 с половиной и вот так из нижней части вытачки мы 7 с половиной через точку 2 через вторую сторону вытачки проводим линию вот так получили и соединили вот вот она плечо теперь чтобы оформить пройму спинки нужна вспомогательная . вот эти две точки это для не углубленной проймы вот я вот так просто штрихами хочу ее обозначить вот так потому что мы сейчас именно будем откладывать вверх контрольные точки не учитывая вот это углубление вот это углубление я взяла по два с половиной сантиметра вот теперь берется вверх ширина половина ширины проймы или ширина проймы спинки так скажем это ширина проймы переда шесть половиной и плюс от одного до двух но я возьму полтора например восемь да вот я получу контрольную точку спинки но биссектрису нужно делать конечно уже от пониженной биссектриса равна ширине проймы деленное на 2 здесь получается три целых две десятых да вот так вот она биссектриса вот смотрите вот теперь у нас есть . конечная плечевая потом к т с вот это контрольная . спинки вот это биссектриса и линия бока соединяем и получаем пройму вот она коснулась в контрольной точке через биссектрису и к линии бока все получили вот так спинка готова пока без вытачки до вытачки еще нет может это прямой силуэт если для прямого силуэт это готова танк вот она вот пожалуйста верхняя часть так теперь теперь начнем строить перед а я извиняюсь что я тут увеличила что я кручу свой чертежик направляю камеру так чтобы вам хорошо было видно так теперь перед начинаем также с горловины ширина по горловине такая же как ширина по горловине спинки так расчетик у нас был уже на спинке 8 сантиметров и по переду 8 в глубину на 1 сантиметр больше значит 9 биссектриса такая же как ширина 8 или просто точечку стали и соединяем получаем горловину горловина переда теперь какое было расстояние до вытачки по спинке то есть дпл деленное на 3 такое же точно откладывается по переду четыре с половиной так дальше вот мы отложили смотрите вот этот участок дпл деленное на 3 далее теперь нужно найти место через которое пройдет вытачка то есть место центра груди откладываем по вот линии груди откладываем cg напишу сюда cg плюс 1 то есть 11 сантиметров 10 плюс 1 вот ставим точечку через эту точку или не доходя до этой точки или же это будет ниже мы отложим vg плюс 1 высота груди 28 плюс 1 смотрите откуда я откладываю вот откуда от верхней линии так 28 и плюс 129 вот она . так дальше по простой методике у нас от центра груди линия вот вторая сторона вытачки у нас направляется к левому углу так если мы так я сейчас карандашиком сделаю пока вот если мы вот так сделаем и замеряем вытачку сколько же у нас получится верхней части так у нас получается 8 8 сантиметров то есть на 1 сантиметр меньше но смотрите применим расчет так применим расчет для вытачки вот мы его уже писали но я еще раз напишу значит раствор на грудной вытачки раствор вытачки равен по г-2 минус по г-1 умноженное на 2 и плюс от 1 до 3 вот смотрите у нас получается если мы добавляем 2 сантиметра да вот сюда если мы 2 прибавим то у нас получится 9 если мы прибавим 1 сантиметр у нас получится 8 да вот получается что вот здесь вот разница три с половиной сантиметра умножили на 2 и плюс это 7 и плюс 2 9 а если плюс 1 то получится 8 вот вы запутаетесь сейчас скажете когда брать один когда 3 ну это можно потом осветить в теме в какой-нибудь так вот смотрите если вы не хотите сильно уж как сказать придираться или вдаваться в подробности вы можете вот так или не хотите мерить мерочку по г-1 вы можете по простой методике провести линию в левый угол баланса а если вам бывает что хочется как говорится докопаться до истины и прямо все правильно идеально сделать значит а что мы тогда сделаем мы тогда сейчас чуть-чуть тут достроим вот здесь посмотрите вот в этом узле нужно сделать понижение полтора один полтора сантиметра это вниз да вот я взяла полтора и вот так провела вот это скос плеча пошел теперь вот это расстояние я измеряю вот она почти 8 сантиметров вот в этой части а нам надо 9 до предположим нам надо 9 что мы сделаем тогда мы возьмем те наши 9 сантиметров вот от этой точки вот вот она идет точечка от нее мы 9 сантиметров влево откладываем вот посмотрите дугу вот так ставим дугу и из центра груди из высшей точки вот груди вверх отложим расстояние равное вот чему правой стороне вытачки исключив уже вот это понижение она уже не нужно а сколько это получается если у нас было 29 мы откладывали правильно отверх и мы минусуем полтора остается 27 с половиной и вот так мы теперь через вот эту дугу вернее через вот эту метку вверх смотрите проведем линию провели линию вот они 9 сантиметров и отложили теперь минус вот эти полтора снизу исходим снизу 27 с половинкой вот она . на пи на пи о вернее они на этой надо ее вообще стереть сейчас то она будет смущать хотя тут только размазалась все там 27 с половиной вот вот она . и вот он раствор 9 сантиметров вот здесь я вас уже научила как точно рассчитает раствор на грудной вытачки потому что зачастую бывает объем груди одинаковый а например грудь бывает маленькая средняя большая да и вот если вы хотите точно знать то вы будете использовать вот эту формулу так вот она так теперь куда подведется вот эта . второй части вытачки левой части вытачки мы сделаем также по простому методу то есть вот возьмем от верха до низа измерим то есть не углубленного опять же повторюсь поделим это у меня 21 не углубленная поделим на 3 вот эта точечка получается и к ней мы вот так подведем линию вот так подвели линию да теперь нужно отложить такой же участок по плечу как и по спинке вот как по спинке так и по переду или же посчитать дпл минус уже отложены у нас дпл 13 минус уже отложены четыре с половиной остается восемь с половиной сантиметров 8 с половиной откладываем на этой линии так восемь с половиной вот откладываем потом нужно сделать вот здесь понижение вот так от 1 до 2 понижение затем смотрите уже линия пойдет под большим наклоном и длина может поменяться снова замеряем восемь с половиной вот от этой точки от второй стороны вытачки восемь с половиной так сейчас немножко неудобно так вот она была я немножко ошиблась вот она была . и вот так восемь с половиной откладываем вот куда вот где мы понижение делали вот она получается вот она конечная ой извиняюсь в кадр не вошло смотрите вот от этой точки от верхней части второй стороны вытачки левой стороны вытачки вот здесь 12 мы опустили линию замерили снова чтоб тут было восемь с половиной здесь четыре с половиной участок вот здесь у нас идет восемь с половиной того 13 и теперь нужно оформить пройму так пройма берется опять же нет пониженной от первой линии от основной берется просто половина ширины проймы откладывается вверх это шесть с половиной вот эта точечка ктп ктп контрольная точка переда бисектрису от пониженной откладываем берется бисектриса по спинке минус 0507 здесь 3,2 минус 07 два с половиной вот так возьмем но когда мы начнем вычерчивать мы же все равно будем плюс минус будем вычерчивать линию чтобы она была красивая потом еще знаете его тут всегда спрашивают нужен ли прямо но немножечко небольшой участок нужен под прямым углом и соответственно по переду тоже небольшой участочек нужен под прямым углом давайте теперь значит соединим конечную плечевую точку и контрольную точку соединим вот так поделим этот отрезок пополам делаем перпендикуляр перпендикуляр 051 и теперь будем выводить линию но вначале сейчас ее буду выводить карандашом вот тут немножечко вот 05 будет здесь вот чтоб тоже не небольшой участок под прямым углом потому что большой сделать потом посмотрите вот что здесь получается вот это местечко узкая получилось значит нужно расширить от контрольной точки расширить влево потому что расстояние вот это недопустимо такое большое ой маленькая вернее и теперь крутим как нам удобно выкройку и начинаем выводить пойму вот так она пройдет вот так ляжет то есть за счет корректировки мы добиваемся того чтобы линии чтобы формы получились более правильные вот готов верх потом смотрите вот иногда говорят что cg берут примерную до конкретно вернее для для каких-то размеров конкретно какие-то цифры вот здесь я взяла один сантиметр здесь cg довольно таки большая 10 сантиметров до с половиной и один сантиметр я взяла и получилось у меня 11 сантиметров вот вообще когда меряешь мерку на 48 размер обычно бывает вот это расстояние поменьше не 20 целиком до 20 это половином размере 10 а где-то 18 19 сантиметров чуть меньше и если бы здесь расстояние было меньше эта часть была бы ближе сюда то есть вот вот это расстояние зависит даже от центра груди вот как будет располагаться то есть даже иногда когда вот здесь что-то не клеится берешь перемиряешь мерку центра груди потом вот эта сторона вытачки чуть сдвигается вправо естественно и вытачка тоже сдвигается вправо и вот это расстояние получается больше поэтому мерку cg игнорировать нельзя вот ее надо замерять или если мы видим что вот здесь например широко его так получилось за счет этого вот здесь вот узко мы можем брать и на 05 то есть мы же здесь могли взять 051 я взяла один а желательно все же на 05 вот сейчас глядя на вот этот узел желательно взять меньше при бабочку в данном случае а наоборот когда вот здесь получается слишком широко можно смело брать cg плюс 1 потому что здесь все равно корректировка у нас бывает вы помните если вы смотрели предыдущие уроки как корректируется когда вот ширина переда очень широкая вот здесь получается много мы наоборот за контрольную заходим вовнутрь так все вверх готов немножко чертежик не аккуратно получился потому что я шариковая ручка черная паста и вот немножко тут карандашик стирала и размазала все так теперь расширение по линии бедер расширение по линии бедер вот смотрите раз у нас мерочка плб 52 а плг 2 48 разница целых 4 сантиметра значит по бедрам будет у нас расширение но смотрите по бедрам я взяла 6 сантиметров на свободное облегание по груди тоже 6 сантиметров взяла но по бедрам в круговой это целых 12 сантиметров и это много как бы свободного для классического пальто это свободно это не очень красиво будет бедра но мы же убрали вот здесь два сантиметра по низу по бедрам по талии по два сантиметра мы убрали это считайте что у нас уже пошло на свободное облегание вот здесь бедра мне 6 а 4 это в круговую 8 сантиметров но для классического полу прилегающего пальто или прилегающего 8 сантиметров этого достаточно но если например недостаточно то в таком случае надо тогда взять вот здесь у нас же идет вот прибавочка 8 до 8 мы возьмем в круговую 16 и если мы мы же знаем что мы будем строить и 2 сантиметра забирать вот здесь тогда останется 6 сантиметров на свободу в круговую 12 в общем вы должны сами себе уже определять какую вам надо степень свободы облегания в на линии бедер на линии талии например и так в нашем случае что получается в нашем случае как мы делаем расчет по бедрам по обе полуобхват бедер мы взяли 6 минус по г 2 плюс тоже 6 было все это делится на 2 так как у нас идет задняя передняя деталь поровну надо распределить и так получили по б 52 плюс 6 это 58 а здесь у нас 48 плюс 6 это 54 итого у нас 4 сантиметра деленное на 2 по 2 сантиметра в каждую сторону расширения по линии бедер делаем так по 2 сантиметра внизу то же самое соединяем с линии бедер соединяем так соединили смотрите линию низа вот это у нас линия низа а вот эта линия бедер линия бедер вот соединили с этим нас линия бедер а вот теперь мы должны сделать расчет по линии талии